Кампус Здравствуйте! В 2019 году задумали в Томске хорошее дело. Построить кампус на 6 тысяч человек для студентов. Решили создать для них все условия, чтобы они там учились, набирались знаний, а потом поднимали российскую науку, делали ее великой снова. В 2024 году уже планировали что-то построить. Дело-то хорошее, федеральный проект. Там сразу и губернатор подключился, жвачки на тот момент. Подписали все, что нужно, нашли подрядчика. Это компания Гранит, которая всю эту красоту многомиллиардную будет строить. 18 миллиардов выделили бюджетных денег. Только для Томска, только для Томска. Мишустин тоже на федеральном уровне все это поддержал. Вот посмотрим видео. Центрами притяжения талантливой молодежи станут 25 университетских кампусов мирового уровня. Мы уже начали создание в Томске, в Москве, в Новосибирске, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Уфе, в Калининграде. Все это для того, чтобы в комфортных условиях могли учиться и жить студенты. В 1924 году уже что-то хотели построить. Сейчас 23-й. Там даже конь не валялся. Единственное, что вот компании Гранит, они сделали обоснование концепции этого проекта. И уже тут, вот на этом шаге, следователя усмотрели состав преступления. Нашли даже виноватого, это бывший заместитель губернатора, бывшего губернатора Живачкина. Его обвиняют в том, что он, руководствуясь корыстными мотивами, руководил действиями директора фонда по развитию Томской области Хващевского, Андрея Хващевского. Давайте послушаем, что адвокат говорит. Дело абсурдное. Нет состава преступления, нет корыстной цели, ничего нет, а человек сидит. Вот как такое бывает? Вот бывает, видите как. Кроме того, решение принимали коллегиально, а опять же привлечен к ответственности один только наш подзащитный. Возникает вопрос, а где губернатор, а где вице-губернаторы? Ну раз все принимали решение, раз все выполняли распоряжение, почему страдает только один человек? А действительно, вот где губернатор? Если все решения принимались коллегиально, то есть выходит, что Гурдин всех обманул, такой Томский Мариарти, всех заставил плясать под свою дудку. Вот кажется, с первого взгляда, что проблема в том, что этот проект буксует, это в том, что ну вот какое-то тут уголовное дело, что-то с этим проектом, с обоснованием этого проекта, что-то не так. Вот сейчас они разберутся и дальше, дальше все пойдет. Но если посмотреть на это попристальнее, почитать, что пишут и послушать, что говорят, то дело-то оказывается в том, что просто вот эти вот 18 миллиардов никак поделить не могут, 18 миллиардов бюджетных денег. Денег-то там гораздо больше, там 50 или 60 миллиардов, если все собрать. То есть есть ради чего бороться. Так кто же все-таки воду-то мутит? В СМИ называют одно фамилию крупного томского застройщика. Говорят, говорят в СМИ, что бывшего мэра Томска, Ивана Кляина, посадил именно он. Ну как посадил? Поспособствовал, чтобы его посадили. В СМИ называют имя этого человека, это Алексей Вавилов. Алексей Вавилов это бизнесмен, это томский застройщик. Ему там много чего принадлежит. И вот чтобы, представляете, какие связи должны быть, чтобы посадить мэра Томска. И это объясняет, почему тогда Гурдин идет один по делу, почему рядом не сидит губернатор, вице какой-нибудь губернатор, если они все вместе решение принимали. Потому что связи в Москве, хоть и высокие, мэра могут посадить Кляина. А вот губернаторы, ли вице-губернаторы, это уже там связи. Этих связей уже недостаточно. Полномочия, все. И это только версия. И она может подтвердиться, если компания Гранит, которая сейчас является подрядчиком генеральным, она уйдет, а придут компании на ее место, которое связано с Алексеем Вавиловым. Мы, наша редакция, чтобы разобраться, вот под этой версией есть какое-то основание, да, то, что люди говорят и в СМИ пишут, мы отправим запросы в администрацию Томской области, местным, тут сюда, в правительство, которое курировать должно то, что происходит там. Они вообще в курсе, что там происходит? Что федеральный проект сейчас, который в 2024-м должен был быть построен, который должен в том числе и поднимать российскую науку, который, ну, сейчас, мягко выражаясь, не на самом высоком уровне. Вот они знают, что там вообще ничего особо не происходит, там только место поменяли. До этого было одно место выбрали, сейчас выбрали другое, говорят, оно лучше. Ну, потому что там дешевле будет, и тем и лучше. И мы будем следить за ходом вот этого мероприятия, вот осуществлением этого проекта, поменяются ли там компании. И, может быть, сами съездим туда, чтобы посмотреть, на каком сейчас там этапе все это. Там хоть забором-то все огородили, там хоть что-то сделали, вывеску-то повесили, что вот скоро, в каком-то 20-м, каком-то, а может быть, в 30-м году, тут будет кампус на 6 тысяч мест. Но когда-нибудь студенты увидят этот замечательный, чудный, вот посмотрите на эти фотографии еще раз, кампус. Вот прям так и хочется в этом месте жить, учиться, работать, поднимать российскую науку, делать ее снова великой. А пока что большие дядьки делят большие деньги, а наука страдает. До свидания.